Красавинский ФАП обслуживает порядка 800 жителей, 150 из которых дети. К пункту прикреплены 5 деревень. Раньше в учреждении трудился один фельдшер, которому приходилось обслуживать и взрослое детское население. С этой недели оказывать медицинскую помощь юным красавинцам будет молодой специалист, выпускница Великоустюгского медицинского колледжа Анастасия Ипатова. Девушка признается, что с детства хотела стать врачом и помогать людям. Поэтому в выборе профессии ни секунды не сомневалась. Практику проходили, то, что в колледже на базе ЦРБ, а так не работала. Сразу сюда, после окончания пришла. А практику проходили здесь с одногруппницей. Когда была на ФАПе практика, мы пришли сюда, что мы тут обе недалеко живем, чтобы познакомиться как раз. Уже знала, что я сюда пойду работать. Как раз пришла посмотреть всю обстановку. И понравилось мне здесь, я пришла сюда работать. По словам Анастасии Дмитриевны, в семье довольны ее выбором. Родные и близкие постоянно обращаются за медицинской помощью. Просят дать профессиональный совет или поставить укол. Я еще когда училась, мне все говорили в семье, что вот свой фельдшер будет в семье врач, можно сказать. Я говорю, ой, давайте перестаньте. Молодого специалиста лично поздравить с началом трудовой деятельности приехал глава Великоустюгского района Александр Кузьмин. И вручил девушке денежный сертификат на сумму 500 тысяч рублей. По условиям муниципальной программы Анастасия Ипатова обязана отработать в медицинском учреждении района три года. Мы, конечно же, программу приняли для поддержки для молодых специалистов, которые принимают решение идти работать на село, в фельдшерских пунктах. Поддержка от района 500 тысяч рублей дополнительно к областным. Областные тоже будут. И я уверен, что эта поддержка поможет нашим молодым специалистам реализовать и решить определенные какие-то свои вопросы, которые уже они запланировали. Я хочу вручить Анастасии Дмитриевым сертификат. Пользуясь случаем, заведующая Красавинским ФАПом обратилась к главе с просьбой о помощи в ремонте здания, так как оно требует капитальных обновлений. Александр Кузьмин считает, что для молодых специалистов просто необходимо создавать современные комфортные условия труда, чтобы желание работать в сельских ФАПах только крепло. Со стороны администрации района уже выделено новое помещение в здании Васильевского детского сада. Остается сделать ремонт. Этот вопрос в ближайшее время будет рассмотрен с руководством Великоусюцкой ЦРБ. Оксана Митинева, Антон Карев, телеканал «Русский Север». Анатон Карев, телеканал «Русский Север» и 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 «Русский Север».